Торжественно и немного загадочно звучит само слово «музей». Недаром музей сравнивают с храмом. Соприкоснуться с прошлым, увидеть мир человека, мир природы, меняющийся на протяжении эпох. Уже два столетия жителям и гостям Барнаула помогает Краеведческий музей. Праздничная концертная программа открыла череду юбилейных мероприятий. Это крупный музейный центр с очень большим зарядом идей, дел, замечательной командой. И сегодня у нас есть возможность многим людям сказать спасибо за их работу. За многолетний труд и вклад в развитие музейного дела сотрудникам музея вручили награды Алтайского края. А следом открыли новую выставку «Музей 200+.» С чем ассоциируется Краеведческий музей в Барнауле? С пушками. Да, это пушки, которые стоят и у входа в музей, и пушка, которая находится внутри. Вот она, как раз та самая известная пушка Барнаула. В экспозиции представлено больше 80 экспонатов. Сотрудники музея старались интересно подать историю учреждения путем переплетения событий его биографии с историей края, страны и мира. И даже придумали особый раздел. Посетитель, как правило, задается вопросом, какой же экспонат самый старый, самый дорогой. И мы составили с коллегами такой своеобразный топ 20 экспонатов. Этот топ, он такой серьезный и несерьезный одновременно. Здесь мы сможем понять, какой экспонат изготовлен из самого необычного материала. Какой экспонат самый интимный, какой самый древний и ряд других. Посетители и гости города также могут увидеть самый хрупкий, самый абстрактный, самый чешуйчатый экспонат, который, кстати, 60 лет ждал своего звездного часа. Мы сегодня пригласили музейщиков, которые приехали из 30 регионов. Плюс у нас онлайн, у нас и Белоруссия, и Крым. И сегодня нам дают обратную связь. Обратная связь, она и полезная, и приятная. И поэтому я надеюсь то, что мы не в аутсайдерах. Мы имеем свое место, мы заняли свою нишу, мы особенный, мы оригинальный самобытный музей. За каждым экспонатом, за каждым годом жизни музея стоят люди, подчеркивает Наталья Вакалова. Специалисты музейного дела из других регионов оценили их работу и увидели потенциал для развития. Так, экспозиция нашего музея будет выставлена в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости в сентябре этого года. К нам же привезут 64 уникальных экспоната из Иркутска. У нас выстраиваются такие рабочие, межмузейные взаимодействия. После этой выставки, которая сегодня здесь будет представлена, приедет Иркутский музей с коллекцией шаманской. Она будет называться «Эхо шаманского бугна», потому что у нас богатейшие фонды, связанные именно с историей шаманизма. Добавим, поклонники подарили музею старинный экземпляр лютеранской библии начала 19 века. В перспективе в музее создадут экспозицию в отреставрированном музее военной истории. А далее начнут работу в основном здании музея. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.